Привет, Goodgame. Пока Миша комментирует StarCraft, мы поймали двух хоккеистов, или как вы сказали? Хоккеистов, да. Киберхоккеистов, можете сказать. Для начала представьтесь. Александр Зверев, я из Калининграда, представляю Томскую область. Сергей Филиппов выступает под тегом CRKADIMROTAR, сам в Санкт-Петербурге выступает за Северную Осетию и Аланию. Ты там проживаешь, в Северной Осетии? Нет, нет, выиграл открытый отбор. Говорят, тут были некие проблемы с отборами, то есть почему-то люди не представляют те регионы, где проживают, а как-то заявливаются за какие-то другие. Почему ты выбрал Осетию? Ну, была первая онлайн-квалификация, и я ее выиграл. Я не выбирал, за кого буду выступать. Были предложения от других регионов, но я отказался. Окей. Вы играли в футбол-финале вдруг против друга. Почему ты выиграл, соответственно, и почему ты проиграл? Ну, у меня сказался опыт моих игр на LAN-турнирах в Европе. Я меньше нервничал, чем Саша. Ну, игра у нас была равная, и просто мне где-то чуть-чуть побольше повезло. Где-то я психологически лучше выдержал, чем мой соперник. Как ты считаешь? Я с Сергеем Ползовым согласен. У нас равная серия была абсолютно. Выиграть мог любой из нас. Я, конечно, все-таки считаю, что должна была быть пятая игра у нас. Ну, я проиграл 1-3 в серию. Я считаю, что должна была у нас с ним быть пятая игра. Ну, игра показала, что не будет пятой игры, как бы, соответственно. И, ну, счет на табло. Я Сергея поздравлю с победой и желаю удачи ему в финале. А вы здесь играете на версии для PS4, да? Для прошлого поколения. Чем-то отличается, вот, по которой готовится? PlayStation 5 уже вышла. Но мы пока еще... На версии для нее? Еще раз. Версия в хоккее для Next Gen. Немножко графические отличия есть, но большие изменения ожидаются от следующего хоккея. Пока мы не понимаем, будем ли мы так же играть, как в этом году, кросс-платформа. То бишь, ну, на PS4, на PS5 будут общие сервера или нет в NHL-22. Но надеемся на это, потому что иначе во многих турнирах произойдет полный коллапс и придется что-то решать администратором. То бишь, мне, одном из администраторов турниров. И если будут разные сервера, то, скорее всего, придется выбрать на год еще PS4, а потом уже переход на PS5, когда уже все приобретут себе консолью постепенно. Сейчас говорят, какие-то баги есть, по крайней мере, в футболе, по-моему. Но версия тестируется, и там что-то не так в хоккее, как с этим? Или ты не пробовал еще на пятой? На самом деле, я пробовал играть на пятой, да, но я скажу так, что, ну, игра одна и та же. Нету различий в плане механики. Есть графические, чуть-чуть, прям мизерная разница. Там 4К поддерживает, а у нас просто HD качество. Ну, этого хватает, на самом деле, для геймплея. Особенно графика не влияет. Даже если мы посмотрим с вами на Counter-Strike условный, там же все игроки, если профессиональные, скручивают настройки на низкие, потому что графика иногда мешает, на самом деле. Ну, не будем про это говорить. Баги, да, есть, но у нас в основном все баги заточены на бортах. То, что шайба надо застревать, иногда шайба сходит, когда это не надо. Но это, ну, такие, не особо влияющие баги. Иногда бывают веселые баги, иногда бывают невеселые баги. Ну, это как везде, во всех играх. Ну, или клюшка сквозь коньков проходит, или клюшка сквозь клюшку. То есть, ну, там разные баги. Бывает, у нас бот подлетает до небес. Там, допустим, сила-прием проходит, да, и у нас бот просто каким-то образом взлетает наверх. Ну, то есть, ну, он может взлететь, да, на небольшую высоту, но он бывает там, да, что до потолка взлетает. Что вы делаете тогда на турнирах? Можно сейчас? Еще раз вопрос. Когда вот такое происходит, что вы делаете? Да ничего, просто играем. А что нам остается делать? Мы на это повлиять никак не можем. Да. Ну, какие-то, может быть, перегровки, там, то есть, если это какой-то ключевой момент, тебе гол забили после этого? Ну, на самом деле, у нас может быть такая тема, только если какой-то гол сразу залетел, тогда мы можем там фэйрплей пропустить, сразу гол, свои ворота забить. Фэйрплей у нас есть в комьюнити, но когда речь идет о турнирах масштабных, когда речь идет за результат, когда уже, ну, есть призовые фонды, там очень тяжело, там уже надо смотреть на человека. Ну, если играют между собой знакомые, а у нас все между собой знакомые, то иногда фэйрплей все-таки появляется у нас в игре. Играете ли вы в реальный хоккей? Может быть, раньше занимались? Мне редко удавалось играть в хоккей. Я просто живу в Калининграде, а Калининград – это совершенно не хоккейный город, и у нас редко, когда бывает зима. Поэтому только остается в киберхоккей играть. А так я сам фанат хоккея, как бы, с детства самого. Это мой любимый вид спорта. Ну, я был профессиональным хоккеистом до 21-го года. Играл в второй, третий по силе в Финляндии, в лиге. Вратарем был, ну, поэтому у меня и ник Серка, и не вратарь. Но закончил травмы, ну, и сам понял, что я не хочу играть за 15 тысяч рублей, условно говоря, в ВХЛБ. И я решил пойти по другой ступени. Сейчас я вот отменю турниры по НХЛ, ну, и по Рэмбол Сексидж тоже. И также я подрабатываю хоккейным судьей. Вообще, в хоккее, в НХЛ, в киберспорте, что сейчас происходит? Вот, понятно, чемпионат России. Наверняка, ну, многие будут интересны. Есть ли какие-то чемпионаты, вот ты говорил, Европы, чемпионаты мировые? Может быть, какие-то еще одно турниры есть? Ну, вот, в прошлом году прошел сразу после чемпионата России, прошлогоднего прошел еще турнир от ИИХФ, это международная хоккейная организация, чемпион мира. Я там отобрался в качестве представителя сборной России на PS4, и со мной в паре был другой представитель Санкт-Петербурга. Не помню его никнейм, к сожалению, уже забыл. Ну, год назад было, я с ним особо не общаюсь. И мы тогда заняли бронзу для России. Но это, если мы говорим про один-он-один хоккей. Самое большое развитие в данный момент идет именно в режиме 6 на 6, где играют 6 человек живых, где вот мы с Александром играем в разных командах, правда, но мы являемся такими фаворитами, можно сказать, на российской сцене. Ну, и проходят чемпионаты Европы у нас также, на том же сайте, на той же платформе проходят. И вот, что наша команда, что команда Металлург, что еще есть третья команда не Аберт Файтерс, все три команды играют в ЕЦЛ ПРО, это аналог, если зрителям будет так понятнее, то это аналог Челленджер Лиги на ЕЦЛе. Вот, и призовой фонд, правда, только в элитном дивизионе, т.е. в ПРО Лиге. Но развитие идет, и сейчас вот даже вот в российском чемпионате РЦЛ Лиги у нас начали появляться очень интересные фишки, у нас стали лучше трансляции там, и, в принципе, у нас развитие идет в нашем сообществе. Ну, это все благодаря тому, что с нами сотрудничает департамент спорта города Москвы тоже. Это они очень большой вклад нам делают, как минимум финансовый, но еще и помогают своим опытом делиться нам. Я знаю, что раньше не было так популярен этот режим 5 на 5, т.е. все играли за одну команду, да. Чем этот режим отличается по ощущениям, да, по геймплею от привычного, ну, уже когда ты просто, как вот, каждый игрок за одну команду, в отличие от когда... Да, 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 да. Ну, смотрите, 6 на 6, давайте начнем с 1 на 1. Тут как бы игрок каждый, ну, сам за себя играет, за свою команду, и здесь игрок может случайно выиграть. Давайте, ну, будем откровенны, может случайно, а может и не случайно. Как бы, а в 6 на 6 там каждый отвечает за свою позицию. То есть я вот играю, допустим, левого защитника, да, и я играю, естественно, левого защитника. То есть каждый игрок, в основном, с тебя 5 полевых и вратарь. И там все более реалистичнее намного. Там случайных побед практически не бывает в 6 на 6. Там закономерные победы за счет тактик, схем, усилий, да. Ну, конечно, так же, как в реальном хоккейне. Бывают игры, когда одну команду давят, а она всю игру в обороне, потом делает одну контратаку и выигрывает. Да, это такое бывает, но это хорошо поставленная оборона и хорошая игра вратаря. То бишь, как в реальном хоккее у нас все начинается еще с тренировок. Очень много, вот люди думают, что мы не тренируемся в киберспорте, очень многие. Говорят, ну, что вы там, зашли, поиграли там на турнир и все. А на самом деле, вот, моя команда, например, тратит в день только на тренировочные игры по 4-5 часов. А еще у нас свои тренировки есть, и у нас игроки некоторые играют в лигах специальных. И там у них еще плюс 5-6 часов, потому что у нас весь день получаются в хоккее. Я знаю, в футболе некоторые игроки жалуются, что, ну, например, ты играешь, да, вроде как ты лучше по скилу, но отскоки идут по сопернику. Там какие-то есть моменты геймплейные, где игра может подыгрывать по сопернику, там, от гандикапа, от уровня игроков. В хоккее есть то же самое? Да, согласен, в хоккее есть то же самое. Но, смотрите, одно дело, когда играется один матч, там, да, может произвести все, что угодно. Но когда идет серия, тут уже именно показывается мастерство игрока. То есть, как бы, здесь случайность вряд ли будет, что победитель в серии. Ну, я скажу так, то, что вот про отскоки, да, это есть, то, что помогает играть слабым, но оно все равно тебя отпускает потом и дает тебе шанс сравнивать счеты. В такие моменты главное не пропустить слишком много. И чтобы у тебя был шанс отыграться, вот как сегодня у нас было с Александром, он ввел 4-2, а в итоге я смог выцепить игру и выиграл 6-4 и вышел в финал. Но, хочется сказать, то, что иногда отскоки, это больше, если говорить про онлайн, то там решает пинг, коннект. Например, если пинг меньше, то легче подбирать, это всем известно в нашем комьюнити. Но, если мы говорим про, это не только от пинга, вернее, зависит, да, это зависит также от твоего скилла. Например, я знаю, да и сам практикую, то, что в Европе люди учатся терять шайбу правильно, чтобы она скачила партнеру. Это очень важный скилл. Если ему научиться обладать, то можно обрезать защитников очень сильно. Расскажи поподробнее, как это так? То есть ты поддаешь шайбу противнику намеренно или... Нет, скорее подстараешься под силовой прием и отводишь кружку в нужную тебе сторону. Например, если... Давайте представим ситуацию. Мы с вами у правого борта заходим в зону соперника. В нас летит Александр Зверев. Делает силовой, хороший, качественный. Но шайба остается у нас. И все это потому, что прямо перед силовым игрок с шайбой отвел кружку в центр. И шайба по инерции уже подскочила своему партнеру по команде. Это очень интересная механика. И ей очень хорошо владеют топовые команды в Европе. Давайте поговорим про реальный хоккей. Вот недавно закончился чемпионат в России, да? КХЛ. Мы не будем про него поговорить намеренно. А поговорим про НХЛ. За кого вы болеете, если болеете? Следите, не следите. С 8 лет болею за Washington Capitals. Болею не конкретно за Вечкина, а за всю команду. То есть я буду болеть и дальше за эту команду, когда Вечкин закончит карьеру. Как тебе сейчас игра Кузнецова? Кузнецов сейчас очень много проступков делает. Второй раз попал под ковид-протокол и вот вышел только, получается, на третью игру с Бостоном. Но, к сожалению, что-то особо он не показывает. В 2018 году Евгений Кузнецов был, наверное, вообще лучшим игроком Вашингтона, потому что он тогда набрал больше очков всех. И действительно он решал, как и Вечкин. Они вдвоем прям, ну, выделялись среди Вашингтона. Сейчас, конечно, ситуация в плей-офф напряженная. Сегодня Вашингтон проиграл Боссону. Сейчас счет 1-3 в серии. Я, конечно, верю в команду, но против Боссона выиграть три игры подряд будет очень тяжело. Как ты расцениваешь проблему вратарей в Вашингтоне? Есть ли она? Проблема вратарей? Я думаю, что есть на данный момент. Ну, смотрите, Ваночек, он не опытный особо. Он только первый сенсор, по сути, такой полноценный играет. Крейг Эндерсон, он вообще вышел на замену, по сути, да? Он третий вратарь в Вашингтоне. Он раньше за Оттаву играл хорошо, но я помню. Самсонов, вот то же самое, как и Кузнецов. Он делает проступки, и он тоже, по-моему, два раза попал в ковид-протокол. И тоже он не играл первые две игры. Но в целом вратарь очень такой ответственный в плане игры. Серьезный вратарь. Я думаю, что из него может выйти что-то. Ему просто нужен опыт и меньше проступков делать. Ты за кем сидишь? Я Борис Шканахайма с 2004 года, с их финала против Ниджерси Дэвилс. Меня влюбило в команду два человека. Это Пол Корея, легенда реального хоккея, и Джан Себастин Жигер. Как по мне, оба должны быть в зале хоккейной славы. Сейчас, конечно, последние сезоны не очень проходят у команды. Но есть подрастающие звезды. Это Джимми Драйсдейл и Тревор Зигерс. Также Гибсон тащит команду. Но тяжело, когда нет глубины в команде и нет ярко выраженного лидера в атаке. Но я думаю, что Зигерс с него выразит. Ожидаю нового прихода Геслафа и Перри. Ну, нового Геслафа и Перри. Не то, что Винити Перри, но вы поняли меня. Да. Сейчас начинается чемпионат мира по хоккею. В сборной России уже отыграла первый матч. Что вы думаете о сборной? Она такая, довольно-таки экспериментальная в этом году. Какие ожидания? Честно, я особо их надежд никаких не питаю. Мне кажется, потолок максимум полуфинал. Ну, то есть, за третье место, мне кажется. С таким составом будет очень тяжело что-то сделать. Да, защитники там приехали. Проворов, Зайцев, там еще кто-то из НХЛ приехали. Зуб, да. Вратари у нас вообще ребята, по сути, неопытные так-то стоят. Ну, и нападение у нас чисто кахайловское. Ну, я не знаю. Мне кажется, третье место, потолок. Учитывая еще последний сезон, когда у нас приезжали лучшие составы, наверное, среди всех. И то, даже там нам не удалось, к сожалению, победить. Конечно, хочется, чтобы сборная России, наконец-таки, вырвала чемпионат мира. Ну, например, главные соперники, канадцы, проиграли. Вот прям недавно. Ну, проиграли Латвии. Но давайте с вами начнем то, что у канадцев приехали. Приехал человек с университетской лиги. Четыре человека из НХЛ. Такого не было. Ну, я постоянно так его помню, где-то в году 2011, наверное. Могу путать. Но состав у них... Нельзя говорить, что не слабый состав при этом. Ну, в России тоже не слабый состав. У нас игроки, мне кажется, все могли бы спокойно играть в третьем-четвертом звене в НХЛ. Ролевиками быть. Да, они не были бы там лидерами, как в НХЛ. Но быть ролевиком тоже очень важная работа. Ролевики, они нужны везде. И, например, вот, если взять того же самого Михеева. Да, он сейчас не блистает в Торонто. Но все же он делает свою работу. Им доволен и Бэбкок. Если он еще там... Ну, тренер, короче, Торонто. Я забыл, кто там тренер. По-моему, Бэбкок. Могу ошибаться. В Торонто? Да. Нет, его уволили. А, ну... Честно, я не помню, это у тренера Торонто тоже, но я помню, что его уволили. Завтра финалы. Ты вышел в финал. Какие ожидания, кто противник и какие шансы у тебя, как ты считаешь? Ожиданий нет. Шансы 50 на 50, потому что постоянно то, кто я его выигрываю, то он меня. У нас очень тяжелые будут игры, однозначно. Ну, и надеюсь, что будет жарко. Я думаю, что будет игр пять в нашем финале. Ну, конечно, постараюсь выиграть. Я, в принципе, знаю, что надо делать для этого. Я не буду пока раскрывать свои карты. Есть у меня парочка заготовок. Но надо будет выигрывать завтра мне. Ты будешь играть матч за третье место, да? Да. За третье. Ну, мне остается только победить. Надо уйти на хорошей ноте. Конечно, я сегодня, честно скажу, расстроился, что полфинала прервал. Потому что шансы реально были. Ну, Сережа прошел. Я ему желаю удачи. Но там, с другой стороны, будет и мой одноклубник играть по команде. Поэтому я, наверное, все-таки за него чуть-чуть больше буду болеть. Но с этими ребятами я общаюсь очень хорошо. Мы давно знакомы. Я им обоим желаю удачи. А касательно своей игры, ну, буду стараться за третье место взять. С Литваком я играл на отборе. Я выиграл его два раза. И надеюсь, что завтра сделаю то же самое. Только три победы надо сделать. Кстати, расскажи про команду. Вот у тебя фирменная форма магнитки, да? Как они спонсируют, помогают? Я знаю, что в футбольном, в аналоге, да? Там игроки прям тренируются вместе с футболистами. Какие-то сборы. Как у вас? У нас пока пробный контракт только. Мы вот подписали его в январе месяце. Как бы сейчас вот мы только первый чемпионат России 6 на 6 играем под Металлургом и Евро тоже. Пока у нас, ну, условия, скажем так, ну, что нам, выдают джойстики, вот эти вот атрибуты, все такое, да. Все будет зависеть от результата. Сейчас мы играем, получается, у нас полфинал, сейчас на чемпионате России 6 на 6 именно. Мы сейчас пока 2-1 серии введем. И у нас, конечно, стоит задача выиграть. То есть за это у нас была команда новая. Ну, мы два чемпионата России выиграли. Сейчас будем стараться выиграть третий подряд, только уже под Металлургом. И дальше, конечно, я думаю, что зарплата недалеко будет. Будем надеяться. Почему это только Металлургия? То есть есть какие-то другие у нас команды? Почему это так малоразвито пока что? Ну, как малоразвито? Например, вот ровно год назад у нас вообще не было ни одной команды. Сейчас у нас в лиге представители Бориса, Металлурга, Акбарса, Амур был. Кто у нас еще? Трактор. Трактор, да, есть, Челябинский. Два состава у них. У Бориса тоже два состава. Северстальца следующего сезона будет. У нас, возможно, еще какие-то глубокие ЛПС. То есть, если, допустим, мы возьмем условно два сезона, три сезона РЦЛ, ну, чемпионат России назад, у нас ни одного клуба КХЛ не было. Сейчас у нас это стало внедряться. И я очень рад этому. Возможно, у нас скоро вся лига будет чисто КХЛ. Надеюсь, что нет. Опять же, возвращаясь. У нас просто есть собственные счета, скажем так, с КХЛ. Если мы могли бы с НХЛ заключить контракты, конечно, мы бы сделали это с НХЛ. Но остается, как бы, есть что есть. Но есть еще киберорганизации. Вот, да, сейчас упомянул киберорганизации. И есть пара организаций, которые интересуются командами в нашей лиге. И они уже просто смотрят на сезон этот, как пройдет у них сезон. Плюс я еще знаю то, что Витязь планирует вступить в лигу. Но там условия интересные очень, чтобы команда стала Витязем. Ну, раскрывать я их не буду. Это знаю только я, игроки этой команды и сам Витязь. Окей, ну, желаем вам удачи. Какие-то последние от вас слова фанатам, привет, спонсорам? Спасибо всем болельщинку, что пришли на это соревнование. Нам приятно, что... Ну, нам вообще приятно на таком турнире побывать. Сейчас был ковид у нас, по сути, да, и он сейчас продолжается. Ну, я очень рад, что организовали такой турнир. Хотелось, чтобы такое чаще было. Ну, хочу поблагодарить, во-первых, организацию турнира. И все-таки это продвигает развитие киберхоккея, ну, и всего киберспорта. Потому что организация просто на высшем уровне. Ну, и еще также хочу прорекламировать нашу лигу. Russian Championship League. Можете подписаться на нас. Мы играем на платформе Enhela Gamer. Это будет сразу первая ссылка в рибом поиске. Без пробела пишите. Вот. Чемпионат России там, я там администратор. И будем ждать новые команды. Чем больше команд, тем лучше будет. Будет более интересно. И новые игроки, кто знает, может быть, именно ты будешь первым человеком, который выйдет в элиту. Среди русских. Спасибо. И удачи вам. Да. Спасибо вам за интервью. Было интересно. Спасибо Good Game за это интервью. Увидимся. Спасибо. Спасибо.